ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полицейские в Эссене узнали о планировании теракта в торговом центре Лимбекерпляц, расположенном в самом центре города. Угроза нападения касается только торгового центра, сообщают немецкие СМИ. Поэтому этой ночью силовики решили закрыть его на целый день, чтобы избежать опасности для посетителей. К торговому центру Лимбекерпляц уже направили спецподразделения с десятками полицейских, которые оцепили здание и заблокировали все входы и выходы. На месте работают эксперты и выясняют информацию о возможном теракте. Других деталей в полиции не сообщают, ссылаясь на тайну следствия. Турецкие политики, которые захотят выступить в Германии на агитационных митингах, должны будут сначала согласовать свои действия с властями ФРГ. Такое решение принял Конституционный суд нашей страны. Его вердикт подтвердил, что немецкое правительство имеет право запрещать выступления турецких министров на территории Германии. В решении судьи подчеркнули, что нормы международного права и Конституция Германии не разрешают иностранным президентам, премьерам и министрам приезжать в Германию и без согласования с властями страны исполнять свои служебные обязанности. Ранее три немецких города – Кёльн, Гагенау и Фрейхен – запретили турецким министрам агитировать за внесение изменений в Конституцию. В ответ президент страны Раджеп Таип Эрдоган сравнил эти запреты с политикой национал-социалистов. МИД Турции вызвал посла ФРГ в Анкаре для разъяснений. Официальный представитель президента Турции назвал отмену выступлений министров скандальным решением и обвинил ФРГ в лицемерии и создании благовидных предлогов для нарушения свободы слова. Немецкие власти настаивают, что они не запрещают агитационную деятельность турецких политиков на своей территории, а всего лишь защищают законы и нормы ФРГ. Решение Конституционного суда в немецком правительстве одобрили и сообщили, что пока не планируют запрещать въезд иностранным политикам в Германию. У Ангела Меркель самый высокий рейтинг с сентября 2015 года. Таковы результаты опроса Deutschlandrend от инфратеста DIMAP. Согласно последним данным, рейтинг Меркель составляет 60%. Это на 5% больше предыдущих показателей. Главный оппонент канцлера на ближайших выборах, социал-демократ Мартин Шульц, наоборот, потерял 3% пункта. Сейчас его поддерживают 52% жителей ФРГ. Согласно еще одному опросу, форшенс-группы Валин, своих коллег из социал-демократической партии опережает и политсила Меркель, блок ХДС-ХСС. Консерваторы продолжают удерживать лидерство и, согласно опросам, набирают 34%. Партия СДПГ дышит им в спину. Она набрала еще 2%. И сейчас за нее готовы проголосовать 32% опрошенных немцев. Новый опрос показал снижение рейтингов правопопулистов из альтернативы для Германии. Они уменьшились на один пункт и достигли 9%. За партию левых готовы проголосовать 8% респондентов, а за зеленых 7%. На последнем месте партия свободной демократы, рейтинг которой достиг 5%. Под покровом ночи волонтеры из Рима раздают макароны в соусе маринара десяткам мигрантов. На одну из самых больших железнодорожных станций города они пришли, чтобы помочь беженцам, пытающимся уехать в другие города или страны. Кроме нас, в Риме никто не помогает транзитным мигрантам. Наш город – единственная европейская столица, власти которой не организовали центр для приема мигрантов. И когда они сюда приезжают, они не знают, что им делать. Власти города селят в приюты тех, кто подает прошение об убежище. Но беженцам, которые в Риме проездом, ничем не помогают. Волонтеры пытались сами создать для таких людей палаточные лагеря, но власти сносят их раз за разом. Так что теперь желающие помочь беженцам просто готовят еду и раздают ее по ночам на площади у вокзала. Недавно к ним присоединился 20-летний палестинец Махмуд Элави. Махмуд добрался до Италии по морю. Сначала волонтеры помогли ему и его семье. Теперь он сам трудится здесь по ночам. Переводят на итальянский с одного из пяти ближневосточных языков, которыми владеет в совершенстве. Если беженец приплыл в Италию, а хочет попасть в Германию, ему нет смысла просить убежище здесь. Это понятно. Он хочет уехать дальше, а по закону он должен остаться в Италии. Но здесь уже так много беженцев, что страна просто со всеми не справится. С этим нужно что-то делать. Власти Рима тоже обратили внимание на большое количество транзитных мигрантов. Они планируют выделить им 60 коек в местных центрах Красного Креста и отремонтировать старую гостиницу с еще сотней кроватей. Руководство американской армии ищет новые места для размещения в Европе новых военных баз. Рассматривают в том числе и площадки в северной части Германии, пишет Deutsche Welle, ссылаясь на источник в командовании американскими войсками в Европе. Американские военные посетили несколько объектов в городах Берген и Бад-Фаллингс-Бостель в Нижней Саксонии. Американцы обратили на них внимание, потому что возле этих городов уже есть большой немецкий полигон, который НАТО использует для военных учений. По сообщениям СМИ, на новых базах смогут разместить около 4000 военнослужащих. В американском командовании заявили, что пока власти США и Германии не приняли никаких решений, так что они сейчас находятся на стадии планирования. А немецкие города – лишь один из вариантов. Сейчас на территории Германии на постоянной основе дислоцированы две армейские бригады США – десантно-пехотная бригада и мотострелковое подразделение. Легендарный футболист Хаби Алонсо, полузащитник Байерн Мюнхен, заявил о завершении карьеры по окончанию нынешнего сезона. Он играл не только за Мюнхенскую Баварию, но и за Реал Сосъедат, Эйвор, Ливерпуль и Мадридский Реал. За свою карьеру Хаби Алонсо дважды победил в Лиге чемпионов, стал чемпионом Германии и Испании. Он является обладателем Суперкубка ОФА и других наград. «Мне было непросто принять это решение после 17 лет работы. Я играл за множество команд, а сейчас сотрудничаю с Мюнхенской Баварией. Время в этом футбольном клубе стало для меня особенным и занимает исключительное место в моем сердце. Но я хочу еще пожить и для себя». Тренер Мюнхенской Баварии Карло Анчелотти заявил, что уход Алонсо не спровоцирован конфликтами внутри футбольного клуба. «У Хаби Алонсо не было никаких проблем. Он тренировался индивидуально и сегодня будет играть за команду. Среди наших футболистов только защитник Хуан Бернат не может выйти на поле. Но все остальные футболисты в отличной форме, даже Буатенг». И Бавария, и ее соперники из Айнтрахт-Франкфурт вовсю готовятся к сегодняшнему футбольному матчу. Игра обещает быть напряженной. «Конечно, мы должны хорошо защищаться и будем это делать на протяжении всего матча. Но если это будет возможно, мы тоже попытаемся взять быка за рога. Возможно, мы и не выиграем, но у нас есть все шансы на удачу. Мы знаем их тактику и понимаем, как с ними играть». Матч между командами Байерн-Мюнхен и Айнтрахт-Франкфурт состоится сегодня в 15.30 на Альянс-Арене в Мюнхене. Все новости Германии, Европы и мира на сайте «Нового времени» m-c.tv и на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова